Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Учитывая некоторые технические особенности радиостанции Я попросил Зачитать свое обращение к вам Своё доверенное лицо Рыбина Владимира Владимирович Передаю микрофон ему Здравствуйте, уважаемые избиратели Сегодня в радиоэфире перед вами выступаю я Кандидат в народные депутаты по 183-му избирательному округу Адвокат Рыбин Валентин Владимирович Докучливые ведущие ток-шоу, чтобы удержать слушателей Просят не переключаться, уходя на рекламу Я обещаю вам, что следующие 20 минут Вы не сможете ни переключиться, ни отойти от приемников Потому что я буду говорить с вами Очень может быть, что мне не позволят сказать все Пропадет электричество в студии Или просто вырубит микрофон Но пока вы меня слышите Вы не отойдете от приемников Я родился почти 40 лет назад на краю света На Дальнем Востоке, в красивейшем городе Хабаровске Там, где украинская говирка звучит так же часто, как и русский язык Где украинские песни я слышал с детства Жители вообще не обращают внимания на национальность И признают только две Люди и нелюди Там я получил устойчивую прививку от национализма Отец, офицер советской армии, служил в разных местах Союза И с 1984 года я проживаю в моем родном городе Киеве Учился в школе-интернате Это были мои житейские Оксфорд и Кембридж Там я получил понятие о дружбе И устойчивое отвращение к барыжничеству и крысятничеству Во всех проявлениях Имею экономическое и юридическое образование После окончания с отличием Академии МВД Был приглашен преподавателем на кафедру государства и права Читал слушателям лекции по правоведению В 2006 году получил адвокатское свидетельство И вот уже 10 лет защищаю людей от произвола и беззакония Независимо от их политических и религиозных предпочтений Я люблю и любим У меня прекрасная жена И радость всей моей жизни Трое великолепных детей Две красавицы дочки и сын Моя гордость и надежда Мне приходится много ездить по стране И встречаться с разными людьми У всех свои проблемы И у всех эти проблемы общие И в Киеве, и в Херсоне, и в Чернигове, и во Львове Люди живут все хуже и хуже И не знают, что делать Я знаю, что делать По своей работе я ежедневно сталкиваюсь С профессиональной непригодностью Трусостью, продажностью чиновников Мне, адвокату, умеющему работать с законом Не всегда удается добиться правосудия Что же говорить о простом гражданине Стоящем у подножия судебной лестницы Поэтому я иду в Верховную Раду Чтобы с законом в руках Используя власть, данную вами Власть народного депутата Добиваться выполнения законных требований Моих избирателей теми Кто не боясь закона Привык подчиняться только силе власти Да, требования старушки-пенсионерки законны Да, требования жителей многоквартирного дома законны Да, требования инвалидов АТО и солдатских матерей законны Но кого волнуют эти требования, кроме нас с вами? Барыг, приватизировавших власть и торгующих нашими жизнями Они точно не волнуют И они не боятся вас Вы разобщены Каждый тянет на себя Своя рубашка ближе к телу И барыги покупают вас оптом и в розницу Обещаниями рая на земле Ха-ха-ча над своими обещаниями на утро после выборов Но есть у нас одна общая беда Одна беда на всех Это война Война на Донбассе Это братоубийственный гражданский конфликт По данным ООН Уже погибло более 9 тысяч человек Более 21 тысячи получили ранения И данные эти, увы, уже устарели 9 тысяч убитых войной А сколько убитых горем родных и близких Сколько искалеченных морально и физически Сколько детей-сирот Скажите, люди, за что? Войну надо прекращать немедленно Надо немедленно прекращать так называемое АТО Армия в казармы В конце 80-х на Украине жило более 51 миллиона человек Теперь чуть более 42 миллионов Хватит убивать друг друга Война на Донбассе Это средство обогащения барыг Украина понад усе Под этим лозунгом 30 лет барыги и казнокрады Грабят страну, торгуя ей оптом и в розницу Вдумайтесь, мы 30 лет выбираем во власть только тех, кто громче всех кричит о своей любви к нэнке В результате Республика, имевшая самый большой в Союзе промышленный потенциал Стоит на паперти И затаив дыхание в ожидании очередного транша международного валютного фонда А барыги жиреют и жиреют Самый главный, по данным Forbes Украина Только за 15-й год Увеличил свое личное состояние На 100 миллионов долларов США И сколько еще более мелких, но многочисленных паразитов Делают свой бизнес на крови, убивая Украину Война на Донбассе Шабаш мерзавцев всех мастей и убийц Война, особенно гражданская Всегда притягивает и собирает людей с различными отклонениями в психике С обеих сторон их немало Проявление неоправданной жестокости Мародерство Нарушение законов войны Всегда жестко пресекалось командованием регулярных войск Во всех войнах Но не в гражданских За спинами солдат и офицеров Вооруженных сил Украины Шастают банды ланскнехтов За спинами ополченческих подразделений Донбасса Шастают криминальные банды джентльменов удачи И те и другие Слово гуманизм Почитают ругательством Все та же организация объединенных наций Заявляет о массовых случаях применения пыток Как боевиками, так и украинской стороной Война на Донбассе Это обнищание народа Мы помним, как издевались над Азаровым, когда чуть-чуть подорожала гречка А теперь, когда вы последний раз покупали гречку? По какой цене? Пенсии уже не хватает заплатить за жилье Это как? И все это списывают на войну А реальный уровень жизни упал за два года в три раза И это не клевета путинских троллей Президент Кравчук в эфире 112 канала заявил Цитирую Украина готова к взрыву и неповиновению Из-за падения уровня жизни в три раза Война сжирает Украину Неумолимо Войну надо кончать Во что бы то ни стало Украине нужен мир Я утверждаю Пока идет война Ни старушки-пенсионерки Ни инвалиду АТО Ни солдатской матери надеяться не на что Войну надо кончать Война поет барыг нашей кровью Война пожирает ресурсы и людей Война – это огромные деньги А барыгу, почуявшего легкую наживу, не остановит ни закон, ни мораль Толкаясь у бюджетного корыта, барыги спровоцировали Майдан Майдан развязал братоубийственную войну С юридической точки зрения Майдан – это банальный государственный переворот Он исчерпывающе описывается статьей 109 Уголовного кодекса Украины Насильственный захват власти С морально-этической точки зрения Майдан – это апофеоз подлости Когда самые низменные инстинкты Кучки зажравшихся мерзавцев Завернутые в национал-патриотическую обертку Дивным образом побудили народ С самоотверженным восторгом Отдавать этим мерзавцам не только последние копейки Но и жизни своих детей Тогда сакральные жертвы потребовались Чтобы не дать митингующим разбрестись по домам Их миссией было гражданское прикрытие государственного переворота Теперь жертвы нужны Чтобы удерживать патриотическую массовку В состоянии войны Вы поддерживаете войну Но война – дорогое удовольствие, а денег нет Займем на Западе А там условия Поднимайте тарифы, иначе транша не видать И мы ждем очередного транша Как дети рождественского пряника Не задумываясь, что отдавать эти деньги придется нашим внукам С огромной лихвой Требовать снижение тарифов, голосуя за войну Это шизофрения и глупость Сродни требованиям включить кондиционер в горящем доме Прежде всего, надо потушить пожар войны Все остальное – потом Меньше всего мне хотелось бы врать избирателям Обещая вот прямо в среду сделать всех счастливыми Или поставить в сессионном зале раскладушку Чтобы работать и работать для снижения коммунальных тарифов Надо гасить пожар Потом все остальное Римский сенатор Катон Каждое выступление начинал словами Карфаген должен быть разрушен Я готов каждое свое выступление начинать словами Немедленные прямые переговоры с Луганском и Донецком И первым делом, после победы на выборах Я поеду в Донецк и Луганск Чтобы мир знал Украина – это не только геройские хлопцы Поросюки и Масейчуки Готовые убивать всех несогласных Я бываю в Донецке По вопросам обмена военнопленных Я знаю людей На Донбассе наши граждане С украинскими паспортами, между прочим С ними можно И нужно договариваться Это сложно После всего того, что натворили безмозглые майданные керманычи Но пока еще можно Договориться еще можно Сломить и заставить нельзя Итак, я иду в Верховную Раду, чтобы уничтожить войну А теперь внимание Слушайте внимательно и запоминайте Ваше голосование на выборах 17 июля за мою кандидатуру Это выбор войны или мира Это социологическое исследование вашего мнения Мнения общества Если вам нужен мир Вы проголосуете за адвоката Рыбина Если вы за войну Вы проголосуете за активиста правого сектора в полковничьих погонах Если вам вообще все равно Вы проголосуете за любого из достойных представителей Барыжьего племени Хоть за партийно-административного вельможу Хоть за клоуна, бегающего голым по городу Очень может быть Что после моего выступления Я не только в Раду не попаду Я вообще до дома не доеду Подлость барыг безмерна Будучи трусами по природе Они прячутся за спиной отмороженных наследников Бандеры и Шухевича Используя их для захвата и удержания власти там Где надо для Европы сохранить лицо Националисты делают грязную работу Терроризируя население Барыги, посмеиваясь, грабят и население, и националистов Убивая и тех, и других Меня могут просто убить Как Олеся Бузину Но страшно не это А то, что в Украине такое может случиться с любым из вас А убийцу потом возьмет на поруки лично генеральный прокурор Имеющий к юриспруденции лишь то отношение, что сидел в тюрьме И не потому, что прокурор готов своей честью поручиться А потому, что дружки бандита пообещают вздернуть его на Майдане И будьте уверены, вздернут при первой возможности Я, адвокат Рыбин, кандидат в народные депутаты, утверждаю Изменить жизнь к лучшему можно только законными методами, исключив произвольное насилие как принцип Изменить жизнь к лучшему можно только перестав бездумно голосовать за барыль Изменить жизнь к лучшему можно только избавившись от страха перед животными с руническими символами на знаменах, сжигающими Украину в огне факельных шествий Я, адвокат Рыбин, кандидат в народные депутаты, утверждаю Украину ждет великое будущее Но для этого нам всем придется Пережить тяжелое похмелье деноцификации Осознать горечь собственной вины за все, что случилось со страной Вернувшись домой, к разрушенным собственными руками очагам Долго, кропотливо, со стиснутыми зубами трудиться над восстановлением того, что так бездумно и преступно было порушено Приближается день голосования Конкуренты в предвыборной гонке, кандидаты, не противники и тем более не враги друг другу Имея понятие о чести, каждый из нас достойно ведет кампанию и готов победить в честной борьбе Но стала появляться информация, что ввиду ожидаемой низкой явки Прорабатываются технологии использования вбросов как средства обеспечения победы Я обращаюсь к членам окружной избирательной комиссии Честь Херсона на карте и не должна пострадать из-за нездоровых административных амбиций Я обращаюсь к членам участковых избирательных комиссий Не допустите позора на своем участке Я обращаюсь к вам, коллеги-кандидаты Мобилизуйте бдительность своих наблюдателей Я, адвокат Рыбин, обращаюсь к вам, граждане Херсонщины Я иду в Верховную Раду для того, чтобы уничтожить войну И когда настанет мир, разрабатывать нужные моим избирателям законы Короткие, понятные, жесткие законы Которые должны обеспечить мир, справедливость, безопасность, достаток и здоровье моему народу Нет у меня других интересов Я молод и здоров Это мое главное богатство Я отец троих детей Любим и люблю Это мое счастье Я состоявшийся успешный юрист И желаю славы народного адвоката Это моя цель и мечта Вот зачем я баллотируюсь в Верховную Раду Я обращаюсь к тем, кто не скакал на Майдане К тем, кто не приемлет насилия К тем, кто за кружевные трусики не готов продавать славу и традиции предков Я обращаюсь к молчаливому большинству, верящему в Бога и силу закона Поддержите меня И я обещаю Вам не будет стыдно за сделанный выбор До встречи на избирательных участках Ваш кандидат Валентин Рыбин Субтитры создавал DimaTorzok